дорогие коллеги рад всех приветствовать на последнем заседании сегодняшнего дня сейчас с первым докладом последнего заседания выставить филипп григорьевич шушурин отсюда изнесут языка знания и из университета бершевы уже нет ну в общем даже без университета из высшей школы экономики наш коллега и уже не бершевы бершева все так всем добрый вечер значит я буду говорить сегодня про такое интересное явление как согласование по переходности чеченском языке вот собственно в примерах 1 2 у нас есть иллюстрация этого явления вот у нас есть матричный глагол до дола который может брать в качестве комплимента переходная синтенциальная конструкция как вы читать книгу и не может брать непереходные как как бежать вот ни с каким поддержим маркированием это невозможно вот этот глагол является переходным вот он может кроме вот этих синтенциальных комплиментов брать еще и именные комплименты вот и соответственно в непереходном употреблению он не бывает вот он не может употребляться непереходным вот собственно вот это явление которое вот главный контраст к которым будем сегодня говорить что я хочу что я хочу сегодня о чем хочу вам сегодня рассказать какие клеймы главные доклада первый первый клейм что значит матричному вот этому глаголу начинать нужна переходная структура который вот собственно объясняет это явление потому что ему необходимо согласуем и абсолютной именная группа то есть ключевым ключевым игроком для него является вот собственно вот эта абсолютная группа в данном случае книга они перед собственно переходность вложенного глагола вот вложенная абсолютная группа вот это вот книга в 6а она согласуется с матричным глаголом они с с несложенным. Как ни странно, будем об этом говорить. И такой еще более общий клейм заключается в том, что если кто-то захочет моделировать это как какое-то согласование по признаку переходность, то дело не в переходности. Видимо, признака переходности вообще в синтаксе не существует. А вот этот интересный паттерн – это некоторое следствие разных согласовательных конфигураций. Давайте немножко подробнее посмотрим на данные. В ченском языке есть два глагола со схожим значением. Один из которых переходный, другой из которых непереходный. Да, дола – это переходный, дола – это непереходный. Оба глагола имеют классные префиксы. В данном случае это обычно принято в исходной форме суффикс «д». они могут брать разные другие «е». Ну вот, собственно, четыре префиксы, которые есть в чеченском языке – «д», «е», «б» и «в», согласовываясь с абсолютным аргументом. И, соответственно, вот этот переходный, именно переходный глагол не сочетается с непереходными глаголами в позиции его комплимента. При этом непереходный матричный глагол, его непереходный аналог не имеет такого ограничения. Мы видим это в 13. Глагол «дола-дола», там еще сложные морфонологические паттерны, на которых мы не будем подробно останавливаться. Ну, в общем, это тот же самый глагол, и он не имеет такого ограничения, и с непереходными глаголами прекрасно на себе сочетается. Вот, эти конструкции, собственно, с переходным матричным глаголом, у которых наблюдается вот это вот согласование по переходности, так называемое. Эти конструкции демонстрируют еще несколько дополнительных ограничений. Они не сочетаются, например, с отрицанием на вложенном глаголе, в отличие от непереходных глаголов, непереходного глагола «начинать», и не сочетаются с морфологическими кузативами. Вот, тоже в отличие от глагола, непереходного глагола «начинать». То есть вот эти вот разнообразные ограничения демонстрируют только переходные матричные глаголы. Вот. Я в основном буду говорить про глагол «начинать», есть еще глагол «заканчивать». Я нашел вот только два глагола, которые ведут себя таким образом, с классными префиксами, есть еще другие глаголы, которые ведут себя похожим образом, но без классных префиксов. Глагол «заканчивать» и «заканчиваться» тоже есть пара. Они демонстрируют ровно такое же поведение. То есть в никаких релевантных параметрах они не отличаются. Вот. У нас, соответственно, есть общая схема. Общая схема такова, что у нас есть матричный, матричное, подлежащее в аргативе. У нас есть матричный глагол, у нас есть вложенный глагол, и у нас есть вложенный абсолютивный аргумент. И на вложенном глаголе и на матричном глаголе у нас признаки вложенного абсолютивного аргумента. Да, собственно, немного обобщая данные, у нас есть вот в этом явлении в согласовании по переходности участвуют переходные матричные глаголы. В этой конструкции и матричный, и вложенный глагол имеют признаки вложенного абсолютивного прямого дополнения. И вложенная в клауза, по крайней мере, морфологически дефектна. У нее есть какие-то дополнительные ограничения. В частности, от нее не образуется отрицательной и каузативной формы. Вот. Ну и подлежащее у нас всегда в эргативе. Первая вещь, с которой нам хотелось бы разобраться в этой всей конструкции, это что согласуется с чем. Да, вот у нас есть несколько возможных вариантов механик согласования. Вот. И, собственно, первая теоретическая возможность, что вложенный глагол согласуется со вложенным аргументом. Да, вот у нас вложенный глагол согласуется сначала с вложенным аргументом, а потом матричный глагол согласуется с вложенным глаголом. Это наша первая опция. Вторая опция, что с вложенным аргументом согласуется матричный предикат. Вот матричная предикация согласуется с вложенным аргументом, а вложенный глагол получает признаки абсолютивного аргумента опосредованно, не напрямую, а через матричный глагол. Я буду в моем анализе именно эту опцию, и я буду приводить аргументы в пользу именно этой опции. Наконец-то существует третья возможная теоретическая опция, что с вложенным аргументом согласуются оба глагола. И вложенный глагол согласуется с вложенной dp, и матричный глагол согласуется с вложенной dp. Я представлю далее некоторый аргумент против первой теоретической опции, и некоторый косвенный аргумент против опции c. И приведу некоторые аргументы в пользу опции b. Сначала давайте посмотрим на аргументы против опции a. У нас есть некоторое количество глаголов, в частности, читать и учиться. Они имеют классный префикс, и при этом они вызывают ирогативное маркирование на подлежащем, что довольно нетипично для чеченского языка. Вот у нас глаголы читать и учиться. Они все восходят в глагол, который мы уже видели, читать, переходный. Но в них лексикализован, префикс лексикализован, и никакого прямого дополнения нет. Можно проверить, насколько они переходные. Каких-то прям вот очень хороших тестов на переходность нет. Но в частности, нельзя сказать, я буду читать что-то, я буду читать вот в этом непереходном употреблении, и это будет интересно. То есть анафора, если предположить, что там есть какой-то нулевой аргумент, то вот невозможна анафора. Также возможна координация такой структуры с другой переходной структурой, и при этом у нас, возможно, одно ирогативное подлежащее. Ключевым фактом, который имеет важное значение для нашего доклада, является то, что такие глаголы невозможны, вот эти вот глаголы с классным префиксом, вызывающим аргатив, невозможны с нашими переходными матричными глаголами. То есть они ведут себя так же, как и непереходные глаголы, несмотря на то, что согласовательные признаки у них есть, они активны, что показывает… Ну, про это можно, наверное, по-разному думать, но кажется, вот аргумент за то, что они вызывают ирогативное маркирование, говорит, что это некоторые активные синтаксические признаки. Вот, и в глаголах, где у нас наблюдается согласование по переходности, такие глаголы невозможны. Да, значит, нужно в скобочках сказать, что чеченский язык отличается от некоторых других языков, описанных как ирогативное, ирогативность не ассоциирована с агентивностью. И вот такое поведение возможно только у очень малого класса глаголов. Вот с классными префиксами удалось найти только два, но есть еще несколько других глаголов без классных префиксов – шептать, давать клятву и так далее. Эти данные показывают, что матричный глагол не согласуется с сложным глаголом, как мне кажется, потому что, если бы это было так, мы бы ожидали, что синтаксические активные признаки на вложенном глаголе могли бы быть контролером согласования на матричном глаголе. То есть вот у нас есть признак, и он мог бы означать признак на матричном глаголе. Значит, этому матричному глаголу нужен не… От вложенного глагола он этот признак получить не может. Значит, он получает его каким-то другим образом от абсолютного аргумента, предположительно. Вот, матричный глагол согласуется не с вложенным глаголом, а с вложенным объектом. Значит, косвенным также признаком того… Значит, это мы с нашей стратегией А. Вот, теперь разобрались и показали, что она не очень, наверное, состоятельная. Значит, косвенным признаком того, что вложенный глагол не получает признаков от вложенного предиката, является тот факт, что в этой позиции с тематически… Да, значит, некоторым другим фактом, как мне кажется, важным является то, что вот всякие именно группы с квантерами не могут иметь сферу действия под, значит, ин-ситу. Вот они имеют сферу действия только высоко. Что, значит, это тоже некоторый вопрос интерпретации, можно по-разному анализировать. Но, значит, вот они… Значит, есть такая идея про то, что, значит, установили сферу действия о невозможном без отношения согласования. Чуть подробнее про это мы поговорим позже через несколько слайдов. Значит, перед тем, как мы перейдем к анализу, значит, главные вопросы, которые стоят перед нами, да, почему мишенью, значит, еще немножко суммируя, да, значит, если мы пришли к тому, что вот опция А не очень хороша, и опция С не очень хороша, значит, давайте представим, что… Давайте предположим, что верной опцией является опцией B, вот, значит, с вложенным аргументом у нас согласуется матричный предикат, а вложенный предикат получает признаки от матричного глагола. Значит, какие у нас главные вопросы? Почему мишенью абсолютивной группы становится матричный, а не вложенный глагол, да, почему вложенный глагол не может согласоваться с вложенным аргументом? Почему, да, и почему вложенный глагол демонстрирует дефективность? Вот два самых главных вопроса для нашего анализа. Вот, значит, некоторое решение, которое я предлагаю, заключается в том, чтобы сравнить сеченские данные с данными языков другого, другими языками, в частности, немецкого, а именно с такой конструкцией, как дистантный пассив. Вот мы видим пример дистантного пассива в немецком языке, у нас есть, соответственно, вот этот дистантный семантический аргумент внутреннего глагола, который переехал наверх и стоит в позиции подлежащего. Вот, и в данном случае у нас тоже мы видим, что он согласуется с матричным глаголом, несмотря на то, что семантически является аргументом внутреннего глагола. Вот, но пока мы видим, значит, идея заключается в том, что чеченским все устроено похожим образом. Значит, прежде чем мы, собственно, перейдем к анализу, значит, нужно сказать пару слов про несколько допущений, да, как совместить данные чеченского языка с анализом о том, что вот это похоже, вот с тем, что у нас происходит что-то, нечто похожее. Вот, первое допущение, которое нужно сделать, заключается в том, что у нас в чеченском языке, как и в многих дагестанских языках, у нас есть согласование только с абсолютивным аргументом. И когда мы видим конструкцию типа 48, и у нас есть согласование с абсолютивным аргументом, признаки абсолютивного аргумента могут наблюдаться довольно высоко. Из этого мы можем сделать вывод, что у нас вот на нашей нижней глагольной вершине, или малой v, у нас, значит, признаки, которые у нас есть на вершине малой v, распространяются наверх, и также, скорее всего, имеются и на вершине voice, на высокой глагольной вершине, вводящей внешний аргумент. Значит, допущение, которое я делаю здесь, это что вот v или voice, или большая или малая v в другой терминологии, они зависимы по признакам. У нас всегда есть, значит, признаковая зависимость между этими двумя глагольными вершинами. Ну, скажем, значит, скажем так, у нас нету никаких свидетельств того, что нижняя глагольная вершина и верхняя глагольная вершина ведут себя, могут иметь разный набор v признаков. Значит, технически это означает в анализе, что означивание одной из этих вершин автоматически ведет к означиванию второй, что они зависимы по признакам. Значит, второе допущение, которое я хочу сделать, заключается в том, что абсолютив находится высоко в структуре. Некоторым косвенным подтверждением этому факту является то, что... Вот мы видим, что подобно конструкции с дистантным пассивом, у нас вот эти квантеры в позиции, значит, вложенной клаузы не могут иметь сферу действия вот внутри этой вложенной клаузы. Они обязательно имеют сферу действия вне вложенной клаузы. Плюс есть еще некоторые представления о том, что в языках синтаксической ирогативности, каким является чеченский язык, абсолютивная группа может подниматься довольно высоко в структуре. Я делаю некоторые допущения о том, что абсолютивная имена группа находится несколько выше, чем она порождается. Вот для некоторой ясности я предполагаю, что эта позиция является некоторой позицией на левой периферии вложенной клаузы. И, наконец, нам нужно понять, почему вложенный предикат не может установить отношение согласования со своим семантическим аргументом. Можно здесь вспомнить, что для дистантного пассива предполагается, что у нас есть ощущение некоторой дефектности нашей вложенной клаузы. И для позиций с дистантным пассивом предполагается, что там не все хорошо с приписыванием, там нет источника акузатива, и вот, значит, вложенная имена группа переезжает за пятежом. У нас такой анализ для чеченского языка невозможен. Вот, значит, нам кажется, значит, нам нужно сделать вывод о том, что, да, значит, по какой бы причине абсолютивная группа не переезжала, вот, это не из-за того, что есть какие-то проблемы с пятежом. Вот, и если этот анализ правильный, то нам нужно некоторое другое объяснение, почему чеченский вложенный предикат не может согласовываться со своим прямым дополнением. Вот, значит, тут надо пару слов сказать про некоторые технические детали анализа, которые используются для описания дистантного пассива. В частности, в работе Гурман используется идея про обратное согласование. Вот, даже бог с ним, что он обратно. Вот, это не так важно. Важно, что вот используется некоторая вариация классической модели Комского, в которой любая, ну, грубо говоря, любой, все глаголы одинаково, ну, все глаголы имеют зонды, вот, и внутренний глагол, ну, если он может получить, если нуждается фипризнак, он имеет зонд. Вот, если такой анализ невозможен для чеченского языка, потому что, ну, не очень хорошо предполагать такой анализ для чеченского языка, потому что вот мы видим, что нижний глагол дефективен, вот, он не может согласоваться с внутренним аргументом. Вот, поэтому я предлагаю, да, значит, это мы немножко опустим, вот, инкорпорацию. Вот, сейчас говорим про некоторую идею о том, как это описывать. Вот, я предлагаю некоторую другую модель согласования, которая предлагается, в частности, в работе Кайна, значит, при которой у нас есть цепочки признаков, вот, в 61. Вот, я предполагаю, что у нас имеется такая же цепочка признаков в нашей вот этой вот полипредикативной конструкции, а, значит, идея Кайны заключается в том, что у нас не все глаголы, которые могут иметь, не все глаголы, которые могут, являются смешением согласования, имеют зонда. Вот, я предполагаю, что зонд имеется только у матричного предиката, а у вложенного предиката такого зонда нет. Вот, но зато вложенный предикат и матричный предикат образует согласовательную цепочку, и означивание признаков на матричном предикате автоматически введет к означению признаков на вложенных глагольных вершинах. Соответственно, если у нас такая цепочка встречается с DP с признаком I, то зонд есть только у матричного глагола, но как только матричный глагол согласовался с DP, то означалась вся цепочка. И, наконец, что можно подумать целиком про эту структуру. У нас тут есть еще небольшой сюжет про инкорпорацию вершины voice. Не будем сейчас на нем подробно останавливаться. Если будут вопросы, то можно ответить. Буквально две минуты еще. У нас вершина вложенная V, voice и матричная V образуют признаковую цепочку. У нас, соответственно, абсолютная именная группа переезжает на левую периферию. Где она может согласоваться с матричным предикатом? Матричный предикат с ней согласуется. Вложенный предикат не может с ней согласоваться, потому что у него нет зонда. И поскольку они образуют признаковую цепочку, то означивается вся вот эта цепочка. Признаки получают все члены согласовательной цепочки. Что еще можно сказать про этот анализ? Ну вот, соответственно, согласовательный конкорд, согласование по переходности – это некоторое следствие того, что глаголу нужны F признаки. Он их означает при помощи согласования с вложенной мной группой. Так, да, давайте здесь утонуемся. Вот если вопросы нам ответили. Спасибо. Давайте послушаем вопросы. Я не знаю, кто был первый. Данил. Да, спасибо. Есть пара вопросов. Первый вопрос о том, что аспектуально умеет глагол начать. Потому что, ну, там есть, например, врать русский язык, то наши всякие инхоативные приставки, кажется, не являются какими-то полноценными глагольными проекциями, скорее просто операторами, поэтому они могут там, например, сочетаться с каким-то имперфективным видовым ракурсом. Но если мы возьмем аналитический глагол начать, то он вполне может быть как бы и в актуальном длительном прочтении, там, начинаю, делаю текст и так далее. То есть, как бы мы, скорее всего, хотим об этом думать как об отдельном, условно легком, немножечко функциональном глаголе. Вот интересно понять, насколько, как ведут себя эти глаголы с этой точки зрения. А еще про согласование по переходности. Есть работа Джиллен Рэмшин про легкие глаголы в каком-то, кажется, драведийском языке. И она вот подходит к... В бенгальском. И она вот подходит к... Просто в бенгальском легкий глагол выбирается с той же аргументной структурой, как и вложенный. Там всякие аспектуальные глаголы. Вот, соответственно, с переходными вложенными будет сочетаться переходный в легкий и наоборот. И вот она предполагает, что есть какой-то мэтчинг, ну, как бы, условно событийно-аргументной структуры между вложенным глаголом и матричным. Мне вот интересно, насколько подобный подход мог бы здесь быть удобен, если у нас есть два таких глагола. Я не думал про анализ легких глаголов. Кажется, все-таки легких глаголов какая-то более абстрактная семантика обычно бывает. Но семантика начинательности вполне себе функциональна. Она не очень лексическая. Да, хорошо. С этой точки зрения. А еще, я, может быть, не совсем уловил аргументацию. А что мешает... Я понимаю, что абсолютный аргумент должен куда-то подняться у него сфера действия, но, строго говоря, что мешает матричному глаголу согласоваться с ним в любой позиции, если внутренняя клауза редуцирована, и в моделях реструктурирования кажется, это, по сути, моноклаузальная структура, и, по идее, все именные группы так или иначе должны быть прозрачны и видны даже во вложенной клаузе. И, вроде как, не должно быть обязательно куда-то подниматься. Строго говоря, это... Даже если этот глагол... Этот аргумент находится in situ, это никак особенно не влияет на анализ, при том, если у нас есть правильная конфигурация для согласования. То есть, если глагол его видит в матричной клаузе, если он видит этот аргумент, то, ну, как бы... Сфера действия, ну, как мы не знаем, как точно это все устроено, да? Вот. Я с разными попробовал, вот, но, значит, и кажется, они ведут себя похожим образом. Что ж, что? Я сказала, что... Я не скажу, что сейчас... Так, значит, еще... Я на все вопросы ответил? Хорошо, да, спасибо. Можем еще потом обсудить, если остались вопросы. Да, у меня есть пара вопросов. Первый, наверное, следующий. Что и... Ну, это может быть вопрос допущения, но что именно гарантирует невозможность с непредходными конструкциями, во-первых. Ну, то есть, предполагая, что согласование операции, которое может приводить к тому, что означивание не произошло, это, кажется, вполне нормальная ситуация. Ну, то есть, понятно, как анализ схватывает свойства наблюдаемых конструкций, но не очень понятно, как он предсказывает запрещенные конфигурации. Значит, запрещенная конфигурация является... Ну, все, что тут были со звездочкой. Все, что были со звездочкой, нет, все, что были со звездочкой, это, значит, с глаголом, например, бежать, да, там идея... Ну, с непереходными глаголами, да, и, видимо, с глаголами, у которых лексически заданный классный префикс. Ну, это в каком-то смысле... Это тот же самый вопрос. Да, я понимаю вопрос, почему невозможно непереходное употребление переходных глаголов в общем смысле. Я что-то, наверное, суперновое здесь не могу сказать, но вот почему-то переходных глаголов, некоторым переходным глаголам нужны какие-то признаки изнутри. Да, вот у меня еще вопрос про обязательное передвижение внутреннего аргумента и антиреконструкцию. Нельзя ли это, может быть, как-нибудь связать с... Ну, тут, правда, есть согласование, но как-то есть же, кажется, некоторые наблюдения про, например, передвижение без согласования и невозможность реконструкции, как-то у Ананда и Невинса про paper. Вот. Нельзя ли, может быть, как-нибудь так еще связать наблюдаемые эффекты антиреконструкции с этим? Ну, это... Просто про то, что, может быть, это как-то с этим связано, но, тем не менее, тут согласования нет. Так, ну, это я сейчас, наверное, сходу не смогу ответить. И у нас есть время еще на один вопрос небольшой. Катя. Спасибо за интересный доклад. А вот у меня про переходность я продолжаю. Может быть, не нужно это делать. Предполагаешь ли ты, что переходность обеспечивается селективными признаками каким-нибудь, например? И что тогда аргумент, изложенный клаузу, удовлетворяет какой-то селективный признак матричного предиката? Ну, это... Можно так думать, да. Я не думаю, что здесь что-то может пойти не так. И другой вопрос. Откуда берется ирогатив? Ирогатив? А в чем здесь может быть сложно? Ну, в смысле, я привык о нем думать как о зависимом падеже? Угу. Вот. Ну, то есть, я думаю, что это не сложность, а может предсказываться этим анализом, если мы считаем, что вот этот аргумент, изложенный клаузу, поднимается достаточно высоко, чтобы конкурировать с подлежащим матричной. И тогда ирогатив подлежащему матричной бы приписывался. Ну, то есть, если это зависимый падеж, то ему нужно, чтобы была конкурирующая имена группа. Так, да. Конкурирующая имена группа есть? И в чем конкретно? Здесь, может, возить сложности, пока не вижу. Не-не-не, тогда сложности нет. Мне было интересно просто про... Да, но нужно здесь все-таки отметить, что анализ зависимого падежа не может схватить все данные чеченского языка ввиду вот этих вот, значит, глаголов, которые не имеют прямого объекта. Ну да. Вот. Да. Спасибо. У нас есть еще один... Прямо минута буквально. Вообще, что такое ирогативность? Как у нас связано с ирогативностью? Интересный вопрос. И второе, вот в разных языковых семьях есть какие-то глаголы, которые непереходные, но почему-то употребляются в эрогативной конструкции. Вот в индийских языках это глаголы физических отправлений в основном. Там кричать, чихать, смеяться. И некоторые были работы о том, что если это эрогативное действие, то будет ирогативность, если тут не будет. Вот. И Климов, и другие его, так сказать, так думающие, как он связывали это с наследием активности. Вот какие глаголы... Вот вы начали что-то играть в шахматы? Не, не, играть в шахматы. Я нашел несколько... Вот почему так они... Почему очень сложно сказать, да. У меня есть некоторая догадка по поводу того, значит, ну, значит, как устроена эрогативность в этом языке. Мне кажется, что она каким-то образом зависит от, собственно, признаков на глаголе. Вот. И в тех глаголах, которые имеют классовый префикс, их можно наблюдать, значит, да, временно. Давайте продолжим тогда. Да, потом продолжим. Спасибо большое. Давайте еще раз благодарим докладчикам. Спасибо. Ты что, что сделать? А, хорошо. Не-не, я доверяю организаторам в этом плане. Где мы? А, мы на рабочем столе. Бывает. Как? АльтФ4, да? А, нет, а это мы не сделали, конечно. Извините. Сейчас. Сейчас, а нужно сначала сделать на полный экран, а потом... Сложно как-то. Извините. Да. Мы же в любую тут пришли. Все, значит, следующий доклад. Как называется, продуктивное сотрудничество высшей школы экономики и Московского государственного университета. Русские условные предложения, СТО и сочинительные конструкции. Пожалуйста. Да, собственно, всем здрасте. Мы сегодня будем рассказывать немного про свойства русских, если то, конструкций. И будем подводить к некоторым, может быть, неожиданным параллели их поведению с поведением некоторых сочинительных конструкций в русском языке. Вот в этой сцене поддержано ла-ла-ла. Еще, что представленные в работе суждения собраны неформально ли лицитацию носителя русского языка в возрасте от 18 до 25 лет в количестве от 5 до 10 штук в зависимости от примера. И в целом, как-то некоторый дисклеймер, что те примеры, которые мы будем представлять, могут иметь спорную степень приемлемости. И более того, они, как мы убедились уже на опте 50 человек, подвержены сильной вариативности. В русском языке, СТО конструкции, это вот как один. В основном, конструкция в русском языке порой появляется частица ТО в главной клаузе, которую иногда называют консинквент, иногда называют протезис. Мы будем называть консинквент. И, соответственно, первый вопрос, который возникает, приходит в голову, когда это видишь, что такое ТО? Некоторая идея, которая может появиться на основании сравнения с другими языками, что это как-то похоже на if-then. Это, кажется, неверная идея, и тут нужно это. И тут мы будем сильно основываться на неопубликованных слайдах Дариси Доркина. Как мы покажем, что эта идея неправильна, мы рассмотрим контексты, где неприемлемо if-then, но приемлемо частица ТО. Обязательно истинный антецидент. Пример 2. If John is dead or alive, это обязательно истинная пропозиция, I will find him. Без then это в английском языке нормальная условная конструкция, с then становится прагматически плохо. В русском языке у нас есть прекрасный союз раз, который имеет семантику как если, но с, видимо, пресуппозицией истинности антецидента. И с таким союзом частица ТО совместим. Раз вася лингвист, то поможет нам с ботом. То он поможет нам с ботом, там может приемлемо искакать в зависимости от выраженности прономинального субъекта. Также контексты, где местоимение в консеквенте отсылают к пропозиции выражаемой зависимой клаузы. 4. If there are clouds in the sky, then it puts Mary in a good mood. Где референция u it – это как-то ситуация нахождения облаков в небе. И в такой конфигурации then плохо. 5. В русское ТО окажется с такими контекстами совместимой. Если на небе есть облака, то это радует Машу. Также так называемые relevance-conditionals – это просто такие условные предложения, истинность консеквента которых не особо связана с истинностью антецидента. То есть вот они еще называются иногда biscuit-conditionals по примеру в 6. If you are hungry, the biscuits on the table. Если ты голоден, то на столе есть печенье. В английском языке добавить then туда нельзя. В русском языке, ну, я как уже перевел, если ты голоден, то на столе есть печенье, то с этим совместим. Получается, что ТО как-то нельзя приравнять к if-then. Если ТО нельзя приравнять к if-then. Тогда вопрос, какова роль ТО вообще, и что может быть сигнализирует наличие слэш-отсутствие ТО. Некоторая неновая идея, то, что ТО является сигналом некоторого иного структурного отношения между главной и зависимой клаусом. Тут мы отсылаем к предыдущим исследователям, которые делали схожую утверждение. А что именно мы говорим? Мы говорим, что при наличии ТО условная клауза никогда не оказывается, ну, грубо говоря, внизу клауза. Она сразу начинает свой синтаксический деривационный путь высоко слева. У нас есть два костных аргумента за это. Первый – это взаимодействие квантеров с местоимением, возможность вязать квантеры с местоимением. Тут, правда, мы входим в фазу некоторых спорных примеров. Вот 8. В зависимости от того, насколько вам нравится катафора в русском языке, если он придет поздно, каждый студент расстроит свою маму, кажется, имеет некоторый контраст с если он придет поздно, то каждый студент расстроит свою маму. Если это так, то встает вопрос, как именно наличие ТО блокирует возможность связывания местоимения, он квантерным субъектом каждый студент. Если предположить, что если клауза при ТО присоединяется где-то выше комплементайзера, тут мы отсылаем к хэндауту Екатерины Анатольевны Лютиковой на данных линейного порядка, там с топиками и иными элементами, а без ТО зависимая клауза проживается где-то на уровне глагольной группы, а потом передвигается куда-то влево, но пониже комплементайзера, в стиле того, что, например, про адвербальные клаузы говорит Хэггем, то невозможность связывания можно связать с тем, что при наличии ТО квантерная субъектная имена группы не находится в отношении секомандования, не секомандует местоимения никогда. Вот. Второй некотрикосный аргумент за разную структурную позицию может быть возможность фрагментарного эллипсиса в зависимости от наличия слэш-отсутствие ТО, что, я не уверен, был первый ли, это первый ли наблюдение, сейчас, первый ли пекель в своей работе сделать наблюдение, но мы взяли его оттуда. Вот 9. Если Вася не гуляет с Петей, то с кем? При отсутствии ТО будто бы становится хуже. Если Вася гуляет не с Петей, с кем? Но тут стоит еще заметить, что больше интенсионная пауза порой может влиять на суждение ТО. Ну и то же самое с невопросительной группой. Если я и вспоминал о ней, то с горечью нормально. Если вспоминал о ней с горечью, кажется, контраст имеется. Можно попробовать подходить к этим контрастам следующим образом. Если мы предполагаем, что если клауза при наличии ТО находится где-то выше, нежели если клауза без наличия, то можно предполагать, что этот эллипсис таков, что та составляющая, которая эллидируется при этом эллипсисе, будет содержать если клаузу без отсутствия ТО, а при наличии ТО эллидируемая составляющая не будет содержать если клаузу. А второй костный аргумент за структурную разницу между если клаузами при ТО и без ТО. Ну и тут какие-то там сркорные дела, но они в целом не очень... Тут мы к категориальным ярлыкам не очень привязаны. Просто нам важно, что имеется структурная разница между двумя если клаузами, и что если клауза без наличия ТО начинается где-то в кавычках снизу, а при наличии ТО где-то в кавычках снизу она не начинается. И более того, мы можем предположить что-нибудь такое, что если клауза сразу поражается на левоперифии, может быть в какой-нибудь спецификаторе или адъюнкте некоторой составляющей, вершиной которой будет являться частица ТО. Это поднимает следующий вопрос. Что такое ТО? Что такое вот эта гипотетическая ТОПИ? Можем ли мы ее проидентифицировать с чем-то более известным нам из исследований левой периферии клауза? Это может быть ТОПИК ПИ, это может быть что угодно. А еще есть некоторая дополнительная проблема, вот такой наброска структуры, у которой есть 12, что будто бы свойство выноса из главных и зависимых клауз при наличии и отсутствии, то не поддерживает тот анализ, в котором есть ли клауза, это адъюнкт или спецификатор некоторой ТОПИ. Тут мы еще направляем к работе Тискина 2017 года, где на основании корпусных данных сделаны в целом похожие наблюдения, на те, которые мы будем делать сейчас. И сейчас мы перейдем непосредственно к данным выноса, которые и навели на нас на мысль о том, что стоит анализировать эту конструкцию каким-то совершенно новым образом. Давайте мы начнем с выноса из если-то конструкции, а именно из антицидента. Дело в том, что антицидент если-то конструкции проницаем для выноса. Это мужчина, которого если ты в магазин пустишь, то все посетители разбегутся. Опрошенные нами носители оценивают пример 13 как абсолютно приемлемые, не вызывающие никаких прагматических сложностей. Однако, да, еще мы приводим корпусный пример, который тоже демонстрирует возможность выноса из антицидента если-то конструкций. Мы на всякий случай взяли еще пример, который встречается в корпусе, но не был спрошен у наших носителей. Парадокс пьяниц в утверждении, который гласит, что в любом питейном заведении существует по крайней мере один такой человек, который если пьет, то пьют все. Нами оно ценится как абсолютно приемлемое, мы взяли его из корпуса. В то же время у если конструкций, вынос из антицидента невозможен. Стоит нам убрать то из главной клаузы, и антицидент перестает быть проницаемым для выноса. Это мужчина, которого если ты в магазин пустишь, все посетители разбегутся. И здесь нам нужно ответить к некоторым усложняющим фактором. Многие опрошенные нами носители утверждают, что приемлемость такого контекста во многом зависит от его интонационного контура. Если у нас есть достаточно длительная пауза после антицидента, перед словом «все», соответственно, приемлемость примера раздельным образом повышается. Он кажется более приемлемым, чем без этой паузы. Мы и далее будем указывать на соответствующее усложнение в других контекстах. В то же время у если-то конструкции вынос из консеквента, то есть из главной каузы, невозможен. Эта кнопка, которая если в магазин варьется в Word, то мы нажмем. То каким-то образом блокирует вынос, и такой контекст оценивается нашими носителями как неприемлемый. В то же время у если конструкции вынос из консеквента возможен. И пример 17, это кнопка, которую если в магазин варьется в Word, мы нажмем, в большей части случаев оценивается как приемлемый. С чем может быть связана вариативность в таких контекстах? Есть какое-то достаточно маленькое количество людей, которым сложно оценить данный контекст, и мы считаем, что это связано с некоторой прагматической сложностью. Дело в том, что антицидент, разделяющий относительное местоимение и главную клаузу, с которой он был вынесен, в таких контекстах достаточно длинный и во многом может вызывать некоторую неоднозначность суждений. Для этого мы проверили пример с более коротким антицидентом, который, тем не менее, демонстрирует аналогичную конфигурацию выноса. Это кнопка, которую, если надо, мы нажмем, и с ним уже нет никаких проблем и неоднозначностей. Все носители, которых мы обросили, оценивают его как абсолютно приемлемый. И, наконец, завершающая конфигурация выноса из если конструкции, из консеквента. Это контекст, в котором мы оставляем если клауза in situ в достаточно низкой позиции в клаузальной структуре. Это кнопка, которую мы нажмем, если в магазин ворвется вор, и здесь уже не возникает никаких неоднозначностей. Этот контекст оценивается прошлыми носителями как абсолютно приемлемый. Итого, мы наблюдаемые свойства представляем в виде таблицы. Мы оцениваем вынос из если клаузы и из главной клаузы при наличии то и при его отсутствии. И получаем следующую конфигурацию. Вынос из если клаузы возможен при наличии то, вынос из консеквента возможен при отсутствии то. Остальные конфигурации выноса невозможны. И даже если мы ожидаем соответствующий вынос из спецификатора, очень странно ожидать при этом запрет на вынос из главной клаузы при наличии то. И здесь мы переходим к обсуждению некоторых ключевых данных выноса, которые и навели нас на мысли об анализе, если то конструкций, как сочинительных конструкций. Это вынос из обеих клаус. Дело в том, что опрошенные нами носители оценивают одновременный вынос из обеих клаус как приемлемый. Вася – это такой депутат, чей законопроект, если будет принят к обсуждению, то никто не поддержит. Здесь нам нужно сказать о некоторой проблеме, усложняющем факторе объектных нулей. К сожалению, на данный момент мы не знаем, как с достаточной степенью достоверности обходить эту проблему. И твердо говорить, что перед нами не ситуация с объектным нулем, а именно вынос. И мы открыты для ваших предложений, советов и будем крайне благодарны. Но, тем не менее, такая ситуация с выносом, с одновременным выносом все еще актуальна. Мы также при наличии то. Однако, если в главной клаузе нет то, то такие контексты оцениваются, если не как абсолютно неприемлемые, то скорее как значительно более плохие, чем соответствующие контексты 100. Здесь опять возникает некоторая вариативность по поводу интонации. Кажется, что пауза перед началом главной клаузы опять-таки повышает приемлемость контекстов. Но никто из запрошенных носителей не оценил такие контексты, как абсолютно приемлемые, в отличие от предыдущих. И, наконец, если мы оставим, если клаузу ин-ситу в низкой позиции в клаузальной структуре, то здесь никакой неоднозначности не возникает, интонация ничем не помогает. И примеры вроде 22, Вася, ты такой депутат, чей законопроект никто не поддержит, если будет принят к обсуждению, уже оцениваются как полностью неприемлемые. Также мы решили проверить данные дистантного выноса из обеих клауз одновременного при наличии, то и при его отсутствии. И мы наблюдаем схожую конфигурацию, вернее, идентичную. Если то присутствует в главной клаузе, то одновременный вынос из обеих клауз совершенно приемлем. Чей законопроект Маша объяснила, что если будет принят к обсуждению, то никто не поддержит. Однако при отсутствии то приемлемость таких примеров сильно понижается. Опять-таки, если это не полностью неприемлемое, то как минимум менее приемлемое, чем предыдущее. Соответственно, звездочка или вопросик. Чей законопроект Маша объяснила, что если будет принят к обсуждению, никто не поддержит. И если мы оставим антицидент в низкой позиции в клаузальной структуре, не будем его никуда не передвигать, то здесь уже нет никакой лаборативности, исключительно звездочка. Чей законопроект Маша объяснила, что никто не поддержит, если будет принят к обсуждению. И теперь мы можем представить несколько обновленную версию наших данных выноса. Мы добавили еще одну строчку, теперь мы оцениваем еще и вынос из обеих клауз. Получаем следующую конфигурацию. Вынос из антицидента возможен при наличии то, а также возможен из обеих клауз при наличии то. Вынос из главной клаузы возможен только в ситуациях, где в главной клаузе нет то. И это кое-что нам напоминает. Но перед тем, как мы перейдем к основным данным, нам нужно разобраться с выносом из антицидента, если то конструкций. Нам несколько неясен статус вот таких примеров, поскольку здесь присутствует некоторая вариативность. Такие примеры не оцениваются как грамматичные, но они как приемлемые, но не оцениваются как неприемлемые. Это некоторая средняя степень приемлемости, это, собственно, дистантный вынос из антицидента, чей проект Маша нам сказала, что если Госдуму поддержит, то ее распустят. Здесь мы оставляем знак вопроса, но далее мы убедимся, что на самом деле это не проблема, и то же самое наблюдается и в сочинительных конструкциях. Что ж, оставим здесь знак вопроса в пункте выноса из антицидента при наличии то. И теперь мы можем перейти к основной части анализа. Если то, как сочинительная конструкция. Выше описанные свойства выноса вообще-то очень сильно напоминают сочинительные конструкции с союзом А. Оценим пример 27, где представлено так называемое across the board передвижение. Это одновременный вынос из обоих конъюнктов. Я знаю, какое пиво Петя обожает, а Вася терпеть не может. Это абсолютно приемлемое предложение, и ни у кого из наших носителей не возникло с ним никаких прагматических сложностей. То же самое абсолютно нормально, даже если след имеет различную структурную позицию. Я знаю, какое пиво Вася любит, а у Пети вызывает изжогу. Такое предложение тоже оценивается как абсолютно приемлемое. Это все тот же across the board передвижение из обоих конъюнктов. В то же время вынос из первого конъюнкта оценивается не как абсолютно неприемлемый, а скорее как среднеприемлемый, и это очень сильно перекликается с выносом из если-клаузы, которые мы обсуждали до этого в конструкциях с если-то. Соответственно, инцидент мы оцениваем как первый конъюнкт. Я знаю, какое пиво Вася пьет литрами, а не идет спать после двух банок. Так, по свидетельствам наших, посуждениям наших носителей, это не звездочка, а скорее вопросик. При этом вынос из второго конъюнкта уже совершенно однозначно оценивается всеми как неприемлемый. Я знаю, каким пивом Вася ест бургер, а потом забивает, и это, собственно, абсолютно аналогичная ситуация выносу из то-клаузы, которая, согласно нашему анализу, считается вторым конъюнктом. Теперь мы переходим к основным проблемам, которые возникают при таком анализе. Получается, если мы говорим о том, что перед нами сочинительная конструкция, мы обязаны считать то сочинительным союзом. Какие у такого анализа есть проблемы? Ну, конечно, первое – это то, что сочинительные союзы не принимают зависимые клаузы в качестве конъюнктов. Это что-то достаточно аномальное, и мы не смогли придумать ни одного другого контекста в русском языке, где нечто подобное происходило бы. Вторая проблема – это то, что одиночный «то» не выступает как сочинительный союз ни в одном другом контексте. Но «то» в русском языке выступает как член двойного союза «то-то» в контекстах с перечислением. Он приносил то хлеб, то воду. И здесь мы имеем дело с двойным сочинительным союзом. Таким образом, мы можем перейти к следующим выводам. В первую очередь, русское «если то» – это не то же самое, что английское «if then». Мы убедились в этом на примерах, где невозможно использование «then» в консеквенте, но возможно использование «то» в русском языке. Позиция антисцидента в «если то» отличается от позиции антисцидента в «если» конструкциях. Мы считаем, что антисциденты в «если то» конструкциях порождаются в левой периферии, а антисциденты в «если» конструкциях «бес», то начинают свой путь где-то низко в клаузальной структуре, а затем передвигаются в левую часть. И, наконец, данные выноса свидетельствуют, что «если то», если не является сочинительной конструкцией, «то» ведет себя как сочинение. Спасибо за внимание. Спасибо. У нас порядка 12 минут на вопрос. Спасибо большое. Я вот по поводу выноса из второго коммента, что Леонид Викторович был про чай, который ты пошел в кино и не допил. То есть как-то вот мне не кажется, что так уж однозначно. Нет, однозначно. А во-вторых, по поводу идентичности синтаксических позиций и синтаксических признаков при атоме передвижения все-таки, ну вот мои ощущения таковы, что совпадение формы строго обязательно, при этом еще желательно очень, чтобы это была одна и та же позиция, поэтому не развлечение номинатива-аккузатива, на котором вы играете. Ну, у меня есть некоторые вот отрезательные осуждения по этому поводу. Я бы, наверное, хотел сказать, первое, что кажется, судя по всему, и ну как-то не мы нашли на эту мысль, а люди еще до нас, ну, например, в недавнем хендавате Привозного, что будто бы русские сочетательные союзы относительно выноса из второго конъюнкта не ведут себя однообразно. Вот, и ровно поэтому мы построили сравнение на союзе А, который будто бы ведет себя вот так, как нам надо. Какими свойствами, с какими свойствами скоррелировано такое поведение, это вопрос открытый. Но, может быть. Может, кстати, быть. В эту сторону мы пока не думали. Спасибо. А второе, что про обязательное совпадение грамматической функции при кроссе-борд в русском, это будто бы прям, правда, сильно вариативность, потому что, например, когда я спрашивал людей, совершенно не связанных с английской, шел какой-то географический перекос. Я когда спрашиваю в сторону... Да-да-да, что в плане люди, выросшие в Москве, будто бы... Не очень. Ну, может, это у меня неправильный уровень, но будто бы, что им действительно меньше по душе, несовпадение грамматической функции, но при этом как-то на моей интуиции, на интуиции ближайших родственников как-то вроде бы норм. Но я действительно согласен, что в момент, когда мы начинаем на это смотреть, во-первых, уже вариативность становится настолько безумной, что необходимо будет, видимо, провести эксперимент, а второе, что, в принципе, уже такое нагромождение, которое мы проверяем, особенно когда мы проверяем, например, дистантный вынос, когда мы вкладываем... Мало того, что выносим из «если то», так еще и вкладываем это в контекст клаузальной комплементации. Тут, конечно, риск... Ну, как мы упоминали, например, на контрасте с... Например, по кнопку эффект просто линейного расстояния между вынесенной составляющей и соответствующей ей пробелой. Да, спасибо большое за доклад. Очень интересно узнать, на каком языке говорят люди 25 минус. Ну, да, конечно. Да, я хотел сказать, во-первых, что может быть, но я, конечно, не имею права сравнивать со своим диалектом, но все-таки какая-то, может быть, часть из таких примеров, когда с выносом лучше конструкция 100, может быть... Я думаю, что в эту же сторону оказывает... Может оказывать то, что наличие паузы как-то это улучшает. Может оказывать на то, что проблема может быть не со структурой, а с процессингом сложной синтаксической конструкции. И, может быть, еще все сравнить с... Если то, заменить на в этом случае. Причем в этом случае не слева главный клауза, а где-нибудь внутри. Да, чтобы вот чей... Какой законопроект, если Госдума примет, ее в этом случае обязательно распустят. Да, так, чтобы каузальные логические связи друг с другом сопоставить. А еще хочется сказать, что вот в диалекте, который вы описываете, получается, русский язык сделал полный круг. Потому что до того, как была... Пришла система из моего диалекта, до того, как мы из польского языка заимствовали слово «если», русские условные предложения, дефолтный способ выразить русские условные предложения были как раз с помощью симметричного союза «А». А примет Госдума этот законопроект, а ее распустят. Вот, так что это в русской языковой картине мира уже есть такая идея, что условная конструкция это сочинение вообще-то. Спасибо. Всем большое. Генетическая компетенция. Да. Я хотел прокомментировать в этом случае про интонационный контур в том, что в целом этим можно драться в любую сторону. С одной стороны, можно сказать, что это просто информационная структура и интонационный контур. С другой стороны, можно сказать, что как раз именно с такой структурной позиции скоррелировано наличие интонационного пробела и прочие конфигурации. Да, действительно, было бы интересно представить нам в этом случае, но в целом одно лишь наблюдение о том, что интонационный контур даже без наличия то задает, по крайней мере, помогает приемлемости тех приложений, которые мы рассматриваем, может указывать в ту сторону, что то не является необходимым для тех конфигураций, которые мы проверяем, что, правда, принимает миллион вопросов, начиная нулевыми, видимо, аналогами то, заканчивая тем, а что все-таки тот тогда делает. А у меня такое маленькое уточнение было. Я обратил внимание просто, что у вас были разные выносы. Где-то была релятивизация, где-то вопросительный вынос с образованием вопроса, а где-то с образованием вопросительного предаточного. А наблюдали ли вы какие-нибудь различия между этими выносами или нет? Относительно лучше, как правильно говорят. Но в том числе, возможно, это связано с линейной длиной. В тот момент, когда мы заволновались, а вдруг-то может быть что-нибудь другое, и захотели проявить действительно, или это может быть прям дистантно-дистантно передвижение, в этот момент мы же еще в том числе споткнулись об некоторые проблемы в целом выноса и финитных клаус со что в русском языке. Да. Да, но у вас еще был бы... Мы знали, что мы с ними сталкиваемся. Никто не смеялся. У вас еще было, типа, я знаю, какой законопроект, но и там не так дистантно, кажется. Но это не... Ну да, да, там не так дистантно. Да. Спасибо. Быстрый вопрос на понимание. Верно ли, что под интонационным контуром понимается исключительно паузация, а не движение тона? Ну, на это надо отдельно смотреть. Про паузацию мы можем как-то так спекулятивно говорить, а именно интонационный контур, прям контур-контур, это, видимо, надо проводить отдельно с хорошими микрофонами. То есть в данном случае, когда была речь... У нас нет наблюдений про это. То есть в данном случае, когда говорилось про интонационный контур, шла речь именно вот только о паузации. Да, потому что это как-то единственное доступное нам без больших усилий. Ага, спасибо. Ну, интересно было бы действительно посмотреть, может быть, и на это. И в целом, что известно про связь синдекса вещей в левой периферии русской клаузы и про садических контур. И еще, Миша. На самом деле, я, Даша, уже про это говорила. Подумайте, а вдруг вам пригодится, кто лицензирует продроб? А, да. Вдруг, да, как-то я не могу представить себе, чтобы вот Союз это сделал. Скорее, там какая-то была бы просто занятая первая позиция. Вот, да, вот мы думали, действительно, тоже был. Какая-то, вот если там наречие, да, она бы очень хорошо. Да, да, мы не вставили это в эти слайды, но, да, действительно, есть связь между наличием той и возможностью непроизнесения субъектов в главной клаузе. И, ну, мы не занялись пока этим достаточно подробно, чтобы мощь что-то дельное про это говорить. Но, действительно, как-то хочется отмести сначала все гипотезы про наличие чего-то в первой позиции и, в принципе, вещи, связанные там с... Опять же, с информационными вещами, но это нужно, кажется, нужно отдельно изучить и потратить на это еще время. Но, действительно, как-то подытоживаю все рассуждения, которые сейчас были, что не очень ясен в том числе фактор интонации в рассматриваемых вещах. Вы так говорите, как вопросы закончились, да? Я хотел сказать... А микрофон, наверное. Хорошо. Я хотел сделать небольшое замечание по поводу того, насколько ваши примеры с пусканием кого-то в магазин и разбеганием всех посетителей напоминают... Примеры с другими сочинителями, как-то, мне кажется, конструкциями, типа, которого пусти в магазин, и все посетители раздвигутся. Я понимаю. И все еще считается сочинителем союза. Интересно просто, насколько контрасты, которые вы выявляете, производимы, например, с подобностью. Без «если». А, значит, это полный конюнчик, да? Императив «И». Мы на это не смотрели, но на это действительно было бы интересно посмотреть. Потому что в целом, конечно, да, когда вот если как-то наши рассуждения хоть как-то сколь-либо близки к правде, действительно, это как-то связано с сочинением, нам задавали этот вопрос, что встает вопрос о параллели с более широким рядом феноменов условной конъюнкции. Спасибо. И, наконец, наш последний сегодняшний доклад. Данила Григорьевич-Щёгоров из вышки. Название доклада по-английски указано, а слайдик я еще не увидел. Сейчас, а можно что-то... А, вот я вижу. Я заранее хочу извиниться, что слайды тоже по-английски. Причем настолько по-английски, что даже примеры по-английски. В смысле... Русский пример. Да. И я... Меня преследовала мысль, что этого не стоит делать, но я был быстрее. Поэтому... буду говорить по-русски. В общем, что-то про инфинитивы и объекты русских. Да. Пожалуйста. В целом... Сейчас я найду. Вот она. Демонстрация нужно... А, нужно... Да. Да. И стоит... Control-L, да? По-моему. Сейчас. Опа. Да, да. Все. И на самом деле, хорошее название для этого... В смысле, для... Короче, глагол инфинитив объект, так и буду по-русски называть. Вот. Значит, о чем мой доклад? Есть примеры, типа Петя принес подписать бумаги или Петя принес Маше подписать бумаги. Значит, пример суперприемлемый, грамматичный, но главный вопрос, к какому из глаголов относится объект, объектно-именная группа бумаги? Сематически это пацаны с обеих глаголов, и обычно мы ожидаем, что при целевых конструкциях у нас глаголу принести будут выражены все аргументы, а потом в нефинитной клаузе будет, ну, условно, нулить с конференцией. Немножко ограничу свой доклад, что я не буду рассматривать примеры типа Петя принес Маше ручку подписать бумаги, где возникает другая проблема, это релятивный инфинитив или просто целевая клауза. Я смотрю только на примеры, где П-участники совпадают. Что про это известно раньше? На самом деле не очень много, то есть есть работа Гусева 2004 года в принципе про целевой инфинитив, и там такое употребление только упоминается. Есть работа Градинорова 2006, где просто обзор употреблений, то есть что бывает, с чем употребляется целевой инфинитив. В работах Стоиновой рассматривается контроль подлежащего инфинитива при матричных глаголах привести и поставить или повесить. И там еще рассматривается альтернация с инфинитивом, когда он с рефлексивом или без. Еще мне, рецензент, за что я благодарен, упомянули вот эту статью, где описываются паттерны кореференции с целевыми инфинитивами, что если пациент свободен, то он управляет подлежащим, если нет, то рецепент, и если нет, то агент. Перейдем к данным. Сначала я прогоню, так скажем, тесты на моно- и биклаузальность этой конструкции. Начнем с сочинения, что если мы можем сочинить две инфинитивных группы, то конструкция биклаузальна. Нужно учесть, чтобы это не было эллипсисом. И сначала я думал, что нужно сочинить два, буквально, чтобы п-участники обеих инфинитивных групп относились еще к глаголу. И такие примеры немножко странные, как можно видеть в примере 3. То есть, что Петя принес поесть яблоко и попить чай. Ну, приемлемо, но звучит странновато. Но есть гораздо лучший пример, как пример 4, что Петя принес подписать бумаги и поставить на них печать. И еще, если как бы немножко так подумать, то пример 4 как раз нам еще подсказывает, что не просто у нас структура биклаузальная, но и объект здесь именно находится во вложенной клаузе, а не во внешней. Вот. Да. Перейдем к тесту про адвербиалы. Если адвербиал может иметь сферу действия только над инфинитивной группой, то конструкция биклаузальная. В корпусе такие примеры есть. С сочинением проблема, что такая конструкция не сочинена в корпусе. В смысле, нет сочинения с ней в корпусе. Но с адвербиалами все есть, супер работает. Пойдем немножко дальше. И я хотел посмотреть, какие адвербиалы в принципе могут комбинироваться. Не просто, что так можно, а какие могут. И я взял за основу иерархию чинквы, но перевода, к сожалению, на русский пока что нет. Поэтому я взял ее и перевел на русский. В смысле, кусочек. Вот. Да. И, собственно говоря, она будет повторена на слайде вот выше. И то есть мы можем употреблять наречие полностью, быстро, что Маша взяла полностью прочитать учебник перед экзаменом, я взял быстро просмотреть книгу, но наречие почти, типа я взял почти посмотреть книгу, так нельзя. и Петя принес нам немедленно подписать бумаги, тоже плохо. То есть набор этих наречий, он ограничен. Если что, это самые низые иерархии, то есть что, если говорить в этих терминах, то размер клауза довольно маленький. Есть небольшая проблема. Сейчас, нет, пока не проблема. Еще пример про то, что у нас доступно употребление, типа Петя взял еще раз полностью прочитать учебник, например, перед экзаменом, это к тому, что полностью относится к... потому что оно под... еще раз находится. Но проблема, что у нас часто вообще не употребляется с такой конструкцией, может быть проблема с инфинитивом, может быть проблема с переводом этой иерархии, что вместо часто нужно какое-то другое наречить, рекоментировать и найти, и тогда будет все хорошо. Но все равно понятно, что размер инфинитивной клаузы очень маленький. Отрицание не работает с целевыми инфинитивными. В принципе, это единственный тест, который будет говорить за моноклаузальность, его игнорируем. И про аспект, ну в русском у нас это как бы электрическая категория, поэтому доступны все четыре комбинации. Я принес подписать бумаги, я принес подписывать, и приносил подписать, и приносил подписывать. Но аспект взаимодействует с отрицанием, в частности, имперфектив, это NPI, и также имперфектив, NPI, имперфектив взаимодействует с генитивом объекта. Как видно из примеров из работы падающей. Вот, что я не разбивал чашки, это окей, я не разбил чашки странно. И то же самое с письмом, но да. И, собственно говоря, тест, если вдруг генитив объекта возникает именно под при отрицании, именно под инфинитивом в несовершенного вида, то объект во вложенной клаузе. Проблема, что я попробовал этот тест, и генитив объекта с этой конструкцией вообще очень плохо то есть люди, которых я опрашивал, предпочитают сильно акузатив к генитиву. То есть вне зависимости от конфигурации вида глаголов, видов глаголов, гораздо лучше употребить акузатив. Вот. Ну и быстренько это на самом деле такая скорее подводка к следующей секции, что у нас субъекты клауз могут совпадать, но скорее чаще они не совпадают. Конструкция биклаузальная собственно про субъекты. Про контроль мы все знаем и в данной конструкции мы наблюдаем необязательный контроль. То есть Петя принес поесть конфет, есть будет Петя и еще кто-то, но как мы видели в примере один, что перенес Маша прописать бумаги, мы можем лексически выразить субъекта. Вот. И это как раз необязательный контроль. Но в зависимости от матричного глагола инфинитива контроль может поменяться обратно наобязательный. Например, с глаголом взять, Петя взял попить воды, уже Петя сам будет пить воду. Но если мы выразим при глаголе взять у дативного участника, то тоже контроль обратно вернется, как бы уже рецепиент будет контролировать субъекта. про. То есть Вася будет пить воду, в примере, 5b. С инфинитивом интересная ситуация, что у нас есть предложение, что Петя принес поесть конфет, но когда у нас меняется глагол инфинитивный с транзитивного на детранзитивный, то получается, что Петя принес Вася показать щенка, Петя принес щенка, и Петя уже его показывает. И тоже Вася. То есть у нас происходит такой все три роли обоих глаголов вот так вот стыкуются. Но так тоже не всегда. Например, с глаголом продавать у нас может быть две интерпретации. Здесь немножко не видно из-за зумовской панели сейчас, что Петя принес Вася продавать книги. Это может быть, что Петя принес книги, чтобы их продать Вася, или Петя принес книги, чтобы Вася их продавал. И такое даже есть в корпусе. Я немножко счетерил и убрал в конце окончание предложения, которое разрешает неоднозначность. Но я показал, что в естественных примерах такое тоже встречается. Из примера мне принесли продавать целую кучу разных оружий, непонятно, я их буду продавать, или я их куплю. И так же интересно, что дативный участник не во вложенной клаузе, то есть он стоит вообще левее глагола, финитного глагола, и все равно доступны обе интерпретации. Я объясню, к чему это. В общем, что контроль в этой конструкции скорее не обязательно, он зависит от матричного глагола и от инфинитива. Скорее всего, здесь приколы аргументной структуры глаголов. рецепиент не является ядерным участником для глагола взять, и то есть когда мы добавляем дативного участника, то контроль меняется, если мы не добавляем, то он остается субъектным. Для принести с детранзитивным инфинитивом дативная именная группа может, как бы кажется, что может быть принадлежать вложенной клаузе, тогда у нас одна интерпретация, а может быть во внешней, тогда другая. Но это не объясняет, опять же, пример 8, в котором интерпретации обе доступны, а синтаксически все гораздо более однозначно. И, собственно говоря, вот я все это рассказал, что теперь? И так как у нас биклоузальная структура и еще конъюнкция предполагает, что объект находится во вложенной клаузе, я предлагаю вот такое, что очень сильно напоминает обратный контроль, где у нас контролер находится во вложенной клаузе и контролирует некоторый пробел во внешней. И его можно анализировать разными способами в разных подходах. Это вот здесь ссылки. Да. Но проблема, что все ранее описанные случаи обратного контроля, они касаются субъекта инфинитива про. И контроль вообще обычно описывают именно для про. Иногда это понятие расширяет на другие филлоргап отношения. И есть, например, работа Джонса 1991 года как раз про английские целевые клаузы. Там есть небольшой кусок уделенный взаимодействию объектов между друг другом. И все такие семантические теории контроля опираются на какой-то параметр доступности из первой ситуации во второй. Но как бы естественно такого раньше не встречалось, поэтому это никто не учитывал, что объект может еще синтактически выражаться во вложенной клаузе. И для типологии целевых клауз это тоже, ну в смысле там я смотрел типологические данные, там такого нет. всегда говорится, что у нас есть все участники выражены в матричной клаузе, а дальше вовложены имплицитно, в целевой клаузе они имплицитны и как-то корреферентны тем, кто в матричной. Еще хотелось провести аналогию с сериальными конструкциями, потому что там как раз происходит буквально object sharing, то есть объектом глагола делится объектом. И сериальная конструкция синтаксически едина, а русский мы не можем так анализировать. Эта конструкция не имеет ни одной из свойств сериальной конструкции. У обоих глаголов свое морфологически маркирована, одна форма дерангирована, дерангирована. И матричный глагол и инфинитив обозначают раздельные и последовательные события. А еще, как мы увидели из секции про контроль, мы не можем объединить два глагола в какой-то предикативный комплекс из-за того, что у них разница контроль, что субъект главного не соблюдает с субъектом блажного. Ну, в общем, в целом здесь повторение в целом. И еще хочется заметить, что второй рецензент показал статью, вот эту статью, за что я тоже благодарен, что такие исходные конструкции встречаются в балтийских языках, и уже в этой статье высказывают там только про порядок слов и контроль про, и уже там высказывается гипотеза о том, что это может быть реальная черта. И если к ним применим такой же анализ, то это еще одна копейка в копилку о реальной черте. И вообще интересно посмотреть дальше, бывает ли такое, где выражается объект при целевых конструкциях в других языках. Спасибо. у нас есть порядочное время на вопросы. Два вопроса по поводу примеров. Я не совсем ухватил, что было связано с имперфективом и нпи. Да, сейчас. Вот здесь. Ой, я забыл отрицание везде добавить. Это был второй вопрос, но... идея, что здесь не, 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 не везде. И... Да, извините. И... То есть под отрицанием у нас лицензируется несовершенный вид глагола и... и под отрицанием же параллельно с этим лицензируется генитив объект. Если генитив объекта возникает именно в случае, если бы он возникал именно в случае, где вложенный глагол имеет имперфектив и не возникал бы вот в этих случаях, то можно было бы говорить о вот этой связи, что это еще был бы один аргумент о вложенном объекте. Вот. Что пока что только в сочинении говорит в пользу вложенного объекта, а так бы говорил и этот тест, но он этого не говорит. Еще раз вот примеры на отрицание имперфектив. В смысле? Ну вот там было не разбил что-то такое. А, ну это примеры статьи, что я не разбивал чашки хорошо, я не разбил чашки плохо, я не получил письмо хорошо, я не получал письмо чуть менее хорошо. Это из пазучок 2006. А что конкретно оно показывает? В одном случае у тебя вопросик на перфективном глаголе, во втором на имперфективном. А здесь генитив, а здесь оптиматив. Что это коррелирующий, в смысле это пример статьи, но он про то, что эти две NPI, они коррелирующие. Имперфектив и генитив объект это коррелирующие штуки. Мне кажется, что пример «я не разбил чашки» абсолютно приемлем. Если чашки это некоторый как бы определенный что-то участник, это абсолютно нормальный пример. Я не разбил чашки, которые мне принес Вася. При этом нельзя сказать «я не разбил чашек, которые мне принес Вася». Поэтому здесь есть единственное число. Все. А, да, СГ, да. Кого-чего в чашке. Бесперевод, всем понятно, близко. Да, все, спасибо. Еще будет вопрос. У меня тоже про отрицание вопросов. А вот те примеры, которые, где их четыре? Вот это было получено опросом людей, да? Да. Насколько одновременно люди опрашивались на предмет того, что они в целом используют генитив при отрицании? Где бы то ни было еще. Нет, во-первых, не опрашиваюсь, во-вторых, я хочу заметить, что это не очень хорошая выборка, потому что это все люди связаны с лингвистикой так или иначе. То есть просто может быть то, что здесь люди не любят генитива, может быть, связано не с тем, что не с этой конструкцией, а в том, что в принципе это люди, которые не склонны используют генитив при отрицании. Потому что такие существуют. Ну, может быть, и это связано, но я бы ожидал хотя бы разницы между тремя вопросиками и звездочкой, или типа тремя вопросиками и одним вопросиком, но даже такого нет. Что должно быть? Я не приносил подписывать с генитивом. Да. То, что как это, обычный порядок слов, который мы ожидаем, это я приносил, я принес бумаги подписать. У нас можно, наверное, выносить всю ларуину в руку. Да. Это будет плохо, кстати. Подписывать бумагу и не пинется. Нормально, не? Нормально. Вот. Еще вопрос есть ли? Нет. 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 А вы можете еще раз повторить логику аргументации вокруг примера 4? Потому что мне на ней очень понятно было. В которых сочинение? Да. Ну, мне кажется, что это аргумент за вложенный объект. В смысле, что объект матричный клауз, у нас бы получалось, что Петя принес подписать такая, ну, в смысле, клауза, у которой на поверхности одно слово только подписать. Потом бумаги это часть матричной клаузы. А потом союз, получается, сочиняет, что у него слева стоит часть. Да. Ну, вот. То есть моя аргументация была, что у нас клауза заканчивается вот здесь и получается, что мы сочиняем вот эти штуки. Я не знаю, можно ли сочинять, что конъюнкты не соприкасаются союзами и прям напрямую. По-моему, нет. Ну, то есть мысль такая, что если у нас доступно сочинение вот именно такое, то объект находится в обложенной клаузе. Ага, предложение, если можно, просто можно же считать, что как бы вот принес подписать, подписать, это маленький, вся вложенная клауза, принес подписать бумаги и принес поставить на них печать, а потом, например, принес, выдвигается из-за обоих конъюнктов поперек доски. В смысле, а, в смысле, что это, но сейчас, принес, выдвигается. В смысле, как, значит, Петя выдал Маше кашу, а Васе чай. Да, я думал об этом, в смысле, что, но сейчас у меня было против этого аргументация, что нет ли такого, что мы ожидаем, когда, если бы это был объект матричной клаузы, то мы бы, это что-то типа, как это, аргумент кластер конжанкшен, что, типа, у нас мы сочиняем кластер с целевой клаузой и объекта, но печать не является объектом глагола принести. И получается, что у нас здесь просто сама по себе висит инфинитивная группа, целевая клауза. Вот. Вот в этом. То есть, печать он не принес, да? Нет, идея в том, что печать он не не приносил, То есть, печать уже была, я принес ее в офис, подписать, поставить печать. Дальше, вот, вопрос. Вопрос такой, если это обратный контроль прямого дополнения, да, то есть ли происсказание относительно контролера, его позиции, например, должен ли он быть прямым дополнением, может ли он быть косвенным дополнением? Я вот обсуждали примеры, я подумал, можно ли сказать, принес, принес поставить на бумаге печать, я принес поставить на бумаге печать, кажется, тоже возможно. Я принес поставить на бумаге печать, здесь контролер получается, обратный контролер в косвенную. И при этом у вас интерпретация, что именно бумаги были принесены, а не печать. Да, по идее, мы ожидаем ли мы в рамках этого анализа, что это будет возможно или нет? Кажется, да. Ну, то есть, ничего не мешает этому. Пока ничего не мешает, я согласен, что... Но это полностью отметает другой анализ, правильно? Почему? Сейчас. Другой смысл, какой? А какой другой? Нет. Здесь уже бумаги же не может быть, на бумаге же не может быть зависимым... Неужели принести, принести, поставить на бумаге печать, это чтобы бумаги были принесены? Мне очень туго это идет. Мне кажется, что здесь... Надо посмотреть по корпусу, возможно. Но вроде не режет звук. Такого я не встречал как раз. вообще. И... На бумаге печати. Тут немножко сложно говорить, потому что я специально... 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 Я специально ограничился именно совпадением П... П-участников. как минимум какие-нибудь примеры. Я думал не о предложенной группе, а условно о... сравнить, например, я принес ручку подписать бумаги. Это одна... Это вторая конструкция. Можно принести подписать бумаги ручкой. Как будто я все еще подписываю бумаги, а не ручку. Приношу бумаги, а не ручку. Вот. И... моя интуиция распространяется на предложенную группу так же, что типа не ее... Мы приносим не то, что в ней, а все-таки прямой объект. Но... Может... Я согласен, что... Это исследовать точно нужно еще дальше. 100%. Вот. И... Может быть, это вы окажете не так. Давайте поблагодарим докладчику. Закрыть. Есть ли еще какие-нибудь объявления? Ксюша. Ксюша.